Всем привет! Меня зовут Настя. Мы продолжаем наш разговор о русской литературе второй половины 19 века и продолжаем разбирать войну и мир Льва Николаевича Толстого. В прошлый раз у нас был такой урок введения в произведение. Мы с вами обсуждали историю замысла, проблематику, идейные составляющие. В сегодняшнем урока начнем подробно разбирать основных персонажей романа и их душевные искания и развития этих персонажей. И первый наш герой это Андрей Балконский. Очень сложный, очень противоречивый образ, такого вневременного Гамлета, как будто бы посмотрим, что Толстой вложил этот образ, что ему нравилось Балконскому, что нет, о чем говорит финал жизни Балконского и разберем подробно его душевное развитие на протяжении романа, потому что именно в нем кроется очень много символов, очень много мыслей. Андрей Балконский очень по-разному выглядел в разных экранизациях. Вот здесь вы можете слева видеть экранизацию Сергея Бондарчука, это отечественная экранизация «Войны и мира», это был первый фильм советский, который получил Оскар. Экранизация большая, сложная достаточно для восприятия, но ее точно нужно посмотреть как такой культурный феномен для того, чтобы понять какой же советский фильм получил Оскар и из-за чего, собственно, этот Оскар он получил. А вторая фотография тоже современная экранизация английской, BBC, которую я уже упоминала, тоже интересная, полезная, уже более простая для восприятия, поэтому однозначно стоит сравнить эти два фильма, потому что посмотреть их это проще, чем прочитать книгу. Но давайте разберемся с Балконским, немножко мы его визуализировали, очень хорошо подобраны актеры в разных экранизациях, очень понятно для этого образа, давайте поговорим дальше о его жизни. В начале Балконский предстает перед нами красивым молодым человеком, богатым князем, очень сдержанным, холодным и скучающим. Он проводит свою жизнь в высшем свете, и этот высший свет ему опостылил, он не может уже там находиться и не может переносить пустоту этого мира. Единственное, с кем он рад, доволен и естественен, это Пьер Безухов. Они очень большие друзья, и вот их тема дружбы прекрасно раскрывается в романе. Это один из немногих примеров хороших друзей в русской литературе, которых жизнь не разводит никуда, которые, несмотря на то, что, возможно, с чем-то друг с другом не согласны, все равно очень дружны. Поэтому мы обязательно об их дружбе тоже поговорим. И Балконский в начале романа, мы видим, что он женат, у него есть жена Лиза, маленькая княгиня, постоянно ее называют толстой, практически не упоминаю ее имени. Жена беременна, вот-вот предстоит рождение ребенка, и Балконский отправляется на войну, потому что он просто не может переносить здешнюю жизнь, и мы понимаем, что жену он свою тоже не любит. Да, он спокоен за ее честь, да, он спокоен, потому что она прекрасна и является собой все добродетели, но в разговоре с Пьером он объясняет, что был бы очень счастлив, если бы он был не женатым, он дал бы что угодно, лишь бы быть обратно свободным. Он даже умоляет Пьера не жениться, потому что женитьба очень сильно сковывает человека. Как бы то ни было, таким Андрей Балконский предстает в начале произведения. Возможно, не очень даже симпатичный облик, но такой он перед нами. Далее, важная веха в его жизни, это военная служба, Шенграбинское сражение, затем Остерлицкое сражение. Балконский служит адъютантом у Кутузова, вообще-то это довольно серьезное такое военное звание. Мы понимаем, что Балконский, опять же, человек очень умный, человек очень способный, талантливый в военном деле, и он этим, безусловно, пользуется и чувствует себя в армии очень хорошо и полезно, как в своей тарелке, если можно так вот просто выразиться, но он чувствует себя так не только потому, что он очень умный и талантливый, потому что больше всего в своей жизни он мечтает о славе. Наполеон для него, против которого Россия-то и воюет, Наполеон для него кумир, Наполеон для него образец человека, который сам себя сделал, который добился славы и признаний исключительно своими действиями, и стал таким великим, что повел за собой огромное количество людей. И Балконский мечтает о похожем. Он даже признается себе, что ему не жаль потерять семью, жену, ребенка ради минуты славы. То есть это довольно непросто себе в таком признаться, но Балконский действительно себе в этом признается. Но что-то не получается эту минуту славы никак у него найти для себя, и поэтому, когда наступает аустерлицкое сражение, сражение позорное, сражение, в котором армия русская претерпела страшное поражение, об этом поговорим чуть позже, а Балконский вроде бы видит вот эту минуту славы для себя. Он видит, что человек, который нес знамя, он упал, и Балконский хочет остановить отступающие войска и отправить их к французам. Он соскакивает с лошади, он берет знамя, он кричит, ребята, вперед, и его застреливают, он получает ранение. И очень резко, очень резко меняется картину у Балконского, он падает, и дальше наступает вот этот знаменитый хрестоматийный, конечно же, эпизод, как Балконский вдруг видит небо. И он понимает, что он видит это небо впервые. Это великое, высокое, величественное небо, которому нет дела до того, что происходит вот здесь. Какая возня копошится, как все мелко, вот это все копошение. Небу абсолютно нет до этого дела. И Балконский лежит раненый, смотрит в это небо, и у него полностью происходит такая переоценка ценностей. Это очень важный эпизод, потому что в жизни каждого человека может наступить такой момент, когда из-за какой-то, казалось бы, ерунды, какой-то вообще внезапного образа человек вдруг меняется. Такое правда происходит. И Балконский смотрит на небо и вопрошает, как же он раньше не замечал всей этой жизни вокруг. Почему он был так погружен в себя и в какие-то нелепые мечтания, когда над ним все это время было это величественное небо. Особенно заметно это в моменте, когда к Балконскому подходит Наполеон. Наполеон, его кумир, ради которого он, собственно, и хотел этой славы. Наполеон объезжает поле у столицского сражения, смотрит на умирающих, видит Балконского со знаменем в руках раненого и говорит, какая прекрасная смерть, и идет дальше. И слова вот этого кумира для Балконского, когда-то бывшего кумиром, очень хорошо Толстой скажет, что для него эти слова были настолько ничтожными по сравнению с тем, что происходило между ним самим и вот этим высоким небом. То есть после устралийского сражения, после, во-первых, конечно, и воинского поражения, и после этого момента с небом, который он вдруг заметил, Балконский полностью меняется. К сожалению, вот эта перемена его, его желание вернуться в семью, его желание увидеть жену, увидеть ребенка, ему не суждено осуществиться, потому что жена его умирает в родах. Очень грустный этот эпизод, потому что жена его очень боялась в родах умереть, и, собственно, это с ней и происходит. И после этого Балконский впадает в глубокий личностный кризис, он винит во всем себя, он помнит, как он был невежлив с женой, как часто он обижал ее, и ему очень жаль, что он так делал, и теперь уже ничего не изменить. И он погружается в это состояние собственной вины, и ему кажется, что все, жизнь его заканчивается. Варен он возвращаться больше не хочет, и теперь он видит смысл своей жизни в том, чтобы жить в родовом имении, рядом в имении Богучарова, недалеко от родового имения Лысые горы, для того, чтобы жить для себя, для сына, заниматься хозяйством, и больше не вылезать, никуда не встревать. То есть Балконский глубоко убежден, что жизнь его кончилась, и дальше ему остается исполнять этот долг вины перед женой, которую он очень сильно чувствует. Но к Балконскому приезжает Пьер, который, Пьер на этот момент тоже проходит определенный душевный кризис, об этом поговорим на следующем уроке. И Пьер, который в этот момент вступает в масонство, тоже об этом чуть позже поговорим, он очень заражает Андрея верой в людей. Пьер в ужасе от того, что происходит с Андреем, и говорит ему, почему вы решили закончить так свою жизнь? Вы же умный, талантливый, вы самый прекрасный из всех людей, кого я знаю, у вас впереди еще целая жизнь, у вас впереди еще столько всего. Пьер в ужасе от идей Балконского о том, что жить нужно только для себя, он заражает его мыслью о том, что нужно жить и для других, чтобы жизнь не проходила зря. И Балконский, хоть он и согласен вступать в масонский орден, как Пьер, но что-то после разговора с Пьером в нем меняется. И он понимает, что действительно нужно жить, надо жить, надо любить, надо верить. И он осознает, что он опять видит небо, впервые после Аустерлица, он снова видит это широкое прекрасное небо, и понимает, что что-то давно заснувшее проснулось в нем, что-то вот это прекрасное. И далее следует тоже этот знаменитый хрестоматийный эпизод «Балконский дуб», над которым можно сколько угодно иронизировать, но этот эпизод очень важный. Дело в том, что Балконский видит дуб недалеко от своего дома, дуб очень старый, засохший, который раскинулся своими уродливыми ветвями, вокруг него все цветет, все пышет весной и счастьем, а этот дуб таким большим черным уродом возвышается над всеми. И Балконский смотрит на этот дуб и думает, этот дуб все знает, он понимает, что все вокруг это обман, что это весна, которая происходит, это просто фантом, это какой-то мираж. Но спустя некоторое время Балконский, проезжая мимо дуба, не может этот дуб найти. И он видит, что дуб расцвел, что этот старый, засохший, страшный дуб расцвел и тоже пышет этим цветением. И Балконский понимает, нет, жизнь не кончена в 31 год. Он осознает, что нельзя себя запирать, он понимает, что впереди у него еще очень много времени, очень много дел и очень много идей. И он начинает обратно как-то жить свою жизнь. Балконский вступает, приезжает в Петербург, живет между Петербургом и Москвой, вступает в императоре, в преимператорском дворе участвует в реформах Спиранского. Пытается реформировать армию, учитывая, что Балконский, опять же, мы понимаем, очень умный человек, очень много знающий о военном деле. Для него это самое прекрасное место. Но очень быстро происходит разочарование у него от реформы Спиранского, потому что он понимает, что это какая-то бессмысленная деятельность, деятельность, которая направлена не на удобство солдат, а просто ради деятельности, ради бюрократии, каких-то бесконечных документов. И Балконский замыкается снова в себе, понимая, что это не то, чем он хотел бы заниматься, а что-то новое на смену не приходит. Далее очень важный эпизод для жизни Балконского, конечно же, его встреча с Наташей Ростовой на балу, на первом балу Наташи Ростовой. Они танцуют, и Балконский влюбляется в нее, влюбляется в ее красоту, непосредственность. Он чувствует, что она пробудила в нем ту жизнь, которую он очень давно искал. Ростова тоже неравнодушна. Балконскому тоже в него влюбляется. Однако отец Балконского против этого брака, потому что он считает семью Ростовов легкомысленными, очень большая у них разница в возрасте. Наташа Ростова около 16, Балконскому уже за 30. И Балконский решает сделать Наташа предложение, но отложить свадьбу на год. К тому же ему нужно уехать за границу, чтобы лечиться. И он уезжает, помолвка их остается в тайне, и он связывает с словом себя, но Наташа дает полную свободу. Если она захочет уйти, то он не будет этому препятствовать. Наташа ждет Балконского, он редко не пишет, они никак не взаимодействуют, они виделись буквально пару раз, тут он еще на год уехал. Наташа очень страдает, ожидая Балконского, и буквально за некоторое время до его приезда, уже чуть-чуть осталось до его возвращения, случается интрига Наташи Анатолия Курагина. Анатолий Курагин задумался соблазнить и похитить Наташу. Та придумала себе идеализированный образ, испытала какие-то чувства Курагина, попыталась с ним сбежать, это все, естественно, вскрылось. Но для репутации Наташи особого удара не было, и после этого Балконский узнает об этом, он освобождает Наташу от слова, но не может простить ей эту измену, скажем так. Пьер Безухов, который был очень большим другом в семье Ростовых, который спасал Наташу в этот период, он пытается переговорить с Балконским, объяснив ему, что Наташа любит его, она очень сильно страдает и мучится от своего поступка, она чувствует большую вину. Но Балконский не может ее простить и не хочет ее простить. Он даже говорит Безухову важную фразу такую. Я помню, я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить, я не могу. И после этого он еще сильнее замыкается в себе и отправляется в армию. Как раз происходит война 1812 года. Это уже другая война. Это не Россия, связанная с Австрией, освобождает Европу от Наполеона. Это Наполеон нападает на Россию. В армии Балконский сближается с солдатами. Он не дистанцируется от них, как это было при Аустерлице, ему уже не нужна слава. Он очень сближается с простыми этими солдатами. Накануне Бородинского сражения к нему приезжает Пьер. Пьер очень хочет тоже поучаствовать в этом сражении. И они очень долго беседуют. Во время этого сражения Балконский говорит о том, что война это нелюбезность, а самое гадкое, прошу прощения, дело в жизни. Они обсуждают это как раз в вопросе того, что делать с пленными. Безухов считает, что их нужно оставлять живых, а Балконский говорит, что нужно убивать. И после этого они опять беседуют о жизни, и Балконский произносит сокровенную фразу, которая стала предвестником его гибели. Он говорит следующее, я вижу, что стал понимать слишком много. И действительно, во время сражения Балконского ранят, и в момент своего ранения он думает, я не хочу умирать, я не могу умереть, я люблю жизнь. И в беспамятстве происходит следующее, его привозят в лазарет, и там он видит Анатолия Курагина, того самого обидчика, который соблазнил Наташу. Балконский сказал себе, что если он увидит его где-то, он вызовет его на дуэль. И тут он видит Курагина в лазарете, Курагину ампутирует ногу, и Балконский, глядя на его страдания, они видят друг друга, Балконский вдруг понимает, что в его душе открылась какая-то странная, почти божественная любовь к этому человеку. И он понимает, что он прощает его перед лицом этой великой трагедии, перед ужасом этой жизни. Он вдруг понимает, чувствует любовь к своему врагу, когда до этого говорил, что никогда не сможет простить этого оскорбления, которое было ему нанесено. И дальше после этого ранения наступает постепенное умирание Балконского, что очень интересно, потому что его ранения смертельным не было. Он мог бы прекрасно поправиться. И он действительно физически, телом он поправлялся. Но вот душевно никакой поправки не наблюдалось. Совершенно случайно он встречается с Наташей Ростовой. Она накануне у отъезда от Москвы, собираются они всей семьей уезжать. Она отдает подводы раненым, чтобы на них разместились все раненые, и помогает таким образом. И совершенно случайно она встречает Балконского. Она ухаживает за ним, и он прощает ее, и начинает снова ее любить. И дальше время все до своей смерти. Он очень много думает, он очень многое понимает о жизни, и ему открывается все то, о чем ему говорила Марья, его сестра. Ему открывается все то, чем была душа Наташи. Он наконец стал ее понимать. Он наконец приблизился к этому важному внутреннему миру. Он стал понимать, что такое любовь, что такое милосердие, что такое сострадание. Он стал понимать, что это самые главные факторы в жизни человека, самые главные смыслы. И так как он стал понимать слишком много, Толстой не дает ему шанса жить дальше. Потому что такие вещи человек, как правило, понимают с течением жизни. Это понимание как-то рассредоточено по происшествии лет. А Балконский это понимает вот-вот, накануне смерти. И ему остается, ничего не остается, кроме как умирать. И смерть для него становится некоторым освобождением, потому что он очень многое понял. Сейчас чуть-чуть звучит сложно, но мы разберемся, что же это значит. И самое важное становится для него то, что перед смертью он всех простил, он наконец ощутил в себе всю ту любовь, в которую он очень сильно стремился. И после этого, освободившись от всего, он умирает. И мы видим с вами очень интересный, очень сложный образ. Балконский это любимый герой Толстого. Конечно, ни в коем случае нельзя назвать застывшим, как там Курагиных. Толстой любит Балконского, Толстой с симпатией относится к этому герою, Толстой делает его очень сильным, умным, но Толстой все-таки наделяет его той чертой и поэтому не дает ему шансов на дальнейшую жизнь. Балконский не умеет прощать. Балконский не может смириться со слабостями других людей, а значит, он не может смириться со слабостями в себе, а значит, он не может понимать других людей и понимать себя. Балконский не позволяет другим совершать ошибки, а мы с вами помним, что Толстой убежден в том, что жизнь состоит из ошибок, из каких-то плохих решений. И раз Балконский не смог простить Наташу, которая на самом-то деле ничего плохого ему не сделала и поступила так просто по незнанию. Он мог понять ее. Самый главный ключ в общении с людьми, самый главный ключ к пониманию жизни, как раз и заключается в том, что мы должны ставить себя на место другого человека. Балконский не способен на это, у него нет такой способности. У других героев она есть. У Пьера, у Наташи, у Николая, у Марьи. А Андрей этой способности лишен. И именно поэтому простая мирская жизнь, очень хорошо об этом выразился литературовед Сергей Бочаров. О том, что неидеальная земная жизнь требует от человека такой включенности, такого участия, на которое Андрей не способен, которое ему слишком тяжело. Пытаясь найти высокий идеал, он оказывается отрешенным от жизни, отрывочным от остальных персонажей. Именно поэтому Толстой убивает этого героя. Всегда, когда какой-то герой умирает, автор понимает, что для него нет больше развития в произведении. Вот история Балконского заканчивается так. Мы видим образ очень интересного, очень глубокого человека, однако сдержанного и холодного, который в итоге так и не смог пустить жизнь в себя, хотя очень сильно пытался эту жизнь найти. Очень интересный образ, на который можно по-разному смотреть в разные годы жизни, поэтому я прошу вас обращаться к этому тексту. Даже если сейчас вам он совсем не понравился, через много-много лет, вот думаю, вы посмотрите на него по-другому, это будет очень интересный опыт. Взглянуть на Балконского, будучи его ровесником, например, 30-летним, и посмотреть, откуда взялись все эти кризисы и как бы пережили их вы. Спасибо вам большое за внимание. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok